Интерес к президентским выборам со стороны населения всегда высок. Всероссийский центр изучения общественного мнения огласил результаты опроса. Согласно ему, 75% россиян сказали, что им интересны предстоящие выборы. Какой будет явка, покажет время, а пока до главного политического события остается два месяца. Подготовка идет во всех населенных пунктах страны. Так, в Новоуральске из 44 избирательных участков 40 будут оборудованы КАИБами – комплексами обработки избирательных бюллетеней. На остальных четырех участках в деревнях, пальники, починок, санатории «Зеленый мыс» и больничном городке КАИБов не будет. Причина – технические возможности и меньшая численность избирателей на участках. Кроме этого, 18 марта на 33 участках в Новоуральске установят камеры видеонаблюдения. Сейчас идет монтаж оборудования. То есть через интернет избиратели смогут наблюдать за внешним процессом хода выборов. Акцентировать внимание на том, что видеонаблюдение будет вестись таким образом, чтобы ни в коем случае не раскрыть персональные данные избирателей, а также тайну голосования. То есть в кабинке вездесущее око интернета не попадет. На выборах президента избиратель сможет проголосовать по месту нахождения. К примеру, это касается студентов, которые учатся в других городах, людей, отправившихся в командировку или просто в отпуск. Случаев может быть множество. Чтобы выразить свое волеизъявление не по месту прописки, нужно обратиться в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, многофункциональный центр или заявить на портал госуслуг. Внимание! Заявление о голосовании по месту нахождения можно написать всего один раз. Это заявление подается один раз. Учитывается один раз. Если вы передумали и хотите голосовать в другом месте, к сожалению, такое заявление ваше не будет учтено. Всего в Новоуральском городском округе 76 тысяч – 4 избирателя. В ближайшее время горожанам придут члены избирательной комиссии. Поквартирный обход позволит выверить списки, а избиратели смогут лично задать интересующие вопросы. У членов комиссии, которые будут участвовать в поквартирном обходе, будет обязательно удостоверение члена участковой избирательной комиссии, которое вы можете проверить. 12 января в 24 часа истек срок подачи в ЦИК России документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями. На сегодня их зарегистрировано 14, а в ночь 7 на 8 января завершился прием документов от граждан, желающих участвовать в выборах президента самовыдвиженцами. Всего в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации поступили документы от 15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения. При этом только двум из них, президенту Владимиру Путину и депутату Костромской облдумы, заслуженному изобретателю России Владимиру Михайлову, было разрешено открыть избирательный счет и начать сбор подписей. Остальные получили отказы из-за допущенных нарушений.